Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Садитесь. С праздником. Спасибо, Влад. Тишина в пласе. Гришко, ты хотя бы сегодня пришла ненакрашенная. А у меня праздник. Ведь сегодня мы отправляемся в страну знаний. Тишина. Сегодня по всей стране в эти самые минуты проходит самый важный урок. Урок мира. Наталья Петровна, смотрите. Что там? Там новенькая. Как ее? Вон. Боже, Бадаева. Она же сорвется. А что у нее в руках? Это какой-то плакат, да? Кто видит? Что там? Ничего. Скоро все закончится. Первого сентября 1973 года ученица 10-го А-класса Кировоградской средней школы номер 16 Маша Бадаева на глазах десятков свидетелей упала с крыши в соседней многоэтажке. В школе и в городе Маша была новичком. Ее семья переехала недавно. Ни знакомых, ни друзей. У кого же в таком случае и самое главное за что девушка просила прощения? Смерть девушки на глазах у всей школы стала настоящим ЧП. Уже через полчаса об этом доложили городскому и партийному руководству. Делом занялась прокуратура. Объединенную межведомственную группу возглавил следователь Григорий Ильин. Паша, здравствуй. Ну что? Самоубийство. Классика жанра. Тут не нам надо заниматься этим, а гарно. Жалко дурочку. По заключению медиков Маша погибла на месте от многочисленных травм в результате падения с высоты. У тела лежала школьная сумка с учебниками и фотоаппаратом. Чуть в стороне плакат, с которым девушка стояла на крыше. Тот самый плакат? Ага. Простите меня. Интересно, за что? А это мать? Да. Бадаева Инна Юрьевна. Караваев рассказал, женщина отвела в первый класс младшего сына и ждала его во дворе. Маша погибла на ее глазах. Инна Юрьевна, мои соболезни. Странно так. Я понимаю, что это все успокоительное. Но почему я не могу плакать? Вы мне о Маше что-нибудь расскажите. По словам матери, Маша была послушной, хорошо училась, помогала воспитывать брата. Мальчики за ней ухаживали, но все обходилось без драм. Инна Юрьевна предположила, на девочку могла тяжело подействовать смерть отца и переезд семьи. Толик был летчиком. Служили в ГДР. В мае разбился. Вот мы и вернулись. Тут его родители. Легче все. Давно переехали? Недели три назад. Извините, надо подняться на крышу. Кое-что есть. На крыше многоэтажки криминалисты обнаружили любопытные следы. На месте, где кровлю недавно ремонтировали, виднелся четкий отпечаток обуви. Вступил в смолу. Интересно, след свежий. Откуда такой вывод? Вот смотри, видишь сколько отпечатков от обуви? Скорее всего рабочих, которые крышу свалили. Заполнены водой, а наш нет. Разрешите добавить? Давай. Криминалист сообщил, что отпечаток от мужской обуви 43-го размера, обувь кустарного производства, новая. Доступ на крышу свободный? В ЖЭКе сказали закрыто, но замка нет. Обыщите крышу чердак лестницы. Обо всем интересном незамедлительно докладывай. Здорово. Привет. Ну что тут у тебя? Ну что, на теле Бадаевой есть... Судмедэксперт рассказал, что на теле Бадаевой нашли кровоподтек. И это, возможно, исключительно важно. Кровоподтек? Угу. Ну, тут столько травм. А почему только этот важен? Потому что он на спине. А падала девочка лицом вниз. И еще. Эксперт обратил внимание на направление, в котором была содрана кожа, снизу вверх. При этом ссадина свежая. Кстати, на блузке след, который в точности совпадает со ссадиной. Кровь? Нет. Красная краска. А вот... Щепки. Выкрашены той же краской. В волосах нашел. Так что, я думаю, что девушку толкнули в спину красной палкой с недавно обломанным концом. Войдите. Вернувшийся в Азиян сообщил, милиционеры нашли замок, на который запирался чердак. Взлом. Чистая работа. Что еще? Ну, еще нашли там палку, похожую на древко. Палка, которую сыщики нашли на чердаке, оказалась древком переходящего красного знамени. Его украли из коридора Жека на первом этаже. Сломали и ткнули в спину стоящей на краю крыши Маши Бадаевой. Очевидно, до того, как на крыше появилась Маша, туда проник посторонний, который очень умело взломал замок. Дело превращалось в расследование убийства. И если способ его был очевидным, то причины и обстоятельства совершенно непонятными. Знал ли взломщик, что Маша появится в этот день на крыше? Или украдкой воспользовался тем, что девочка беспомощно стояла на краю? Не пойму, почему древком? Почему не руками? Я тоже думал над этим. Маша стояла на парапете, который опоясывал дом. По мнению Ильина, древком преступник воспользовался потому, что просто руками он дотягивался максимум до колен девушки. А толкать лучше всего в спину, чтобы резко сместить вперед центр тяжести тела. И потом, я уверен, он не хотел, чтобы его увидели снизу. Он прятался. Хм, вот же гнида. Вся разгадка знаешь в чем? В чем? У кого и за что? Девушка просила прощения. Добрый день. Здравствуйте. Оперполномоченный Караваев. Павел Караваев встретился с Натальей Петровной Нефедовой, классным руководителем 10-го А, в который перевелась Маша Бадаева. Учительница рассказала, Машу видела всего несколько раз. Та произвела впечатление спокойного, умного ребенка. Милая, урановешенная девочка. Подруги у нее в школе были? Подруги? Вряд ли. Мы всего один раз всем классом собирались, когда учебники получали. А раньше вы говорили, что она ходила в школу 8 дней. Учительница подтвердила, да, действительно, Маша приходила на отработку. Дети красили парты, наводили порядок в классах, носили учебники. Все еще в июне отработали. А те, которые прогуляли все лето, или вот как Маша новенькие, они приходили, отрабатывали уже в агусе. Нефедова рассказала, что на отработках с Бадаевой из ее класса была только Ира Мирошник, та самая, которая первой заметила Машу на крыше. Так, может, они сдружились, пока тут работали? Ой, Смирошник, да я вас умоляю, это оторва хуже некуда. Она и Гришко Ольга. Это позор на всю школу. Кстати, Гришко должна была сидеть с Машей за одной партой. Понимаете, я увидела у нее фотоаппарат и подумала, вот здорово, я ведь тоже фотограф, понимаете? Ну и думаю, давай-ка сяду с ней вместе, подружимся. А почему же не села? У меня написано, что с ней должна была сидеть Гришко. Ну вот потому и не села, понимаете? У нас, если Гришко на что-то глаз положила, лучше не лезть. Только я вам не говорила. Затем в кабинет вошла Оля Гришко. Твоя зажигалка-то? А что, хотите папироской угостить? Или у вас другие планы? Прекращать цирк. Скажи, ты на первом уроке села за парту Бадаевой. Зачем? Ты же вроде с Мирошник дружишь. Некому, понимаете, товарищ. На путь истинный направить было. Думала, отличница повлияет. Ну, видимо, сапью с двоечницей. Разговор не клеился. Гришко не сообщила ничего по делу. При этом держалась нагло, агрессивно. Долго еще морожить будете? Нечего мне не рассказать. Не сдружились. Еще вопросы есть? Спешишь? Курить охота. Могу идти? Иди пока что. И Мирошник зови. Ира Мирошник, с которой Маша ходила на отработки перед школой, держалась неуверенно. Виляла, путалась в ответах. Ира Мирошник? Да. Ну, сказать особо нечего. Мы с ней один раз учебники носили, и все. А мне Ваша классная сказала, что Вы два дня вместе спортзал красили. А, точно вспомнила. И как все было? Когда начали работу? О чем говорили? Утром. Не помню. О чем? О школе, наверное. С руками что? Не овничаешь? Ира, посмотри мне в глаза. Похоже, что Ира действительно что-то знала. Караваев верно уловил колебания девочки. Извините. Ты скоро? 16-летняя Маша Бадаева на глазах своих одноклассников падает с крыши многоэтажного дома. Стоя на парапете, она держала в руках плакат с надписью «Простите меня». Первоначальная версия о самоубийстве рассыпается сразу же после осмотра тела. На спине девушки нашли кровоподтеки. Скорее всего, Машу толкнули с крыши деревянной палкой. Убитая была новенькой. Опрос показывает, в классе есть две трудные девушки-подростка. По всей видимости, школьницы знают о гибели больше, чем говорят. Мне нечего сказать. Я могу идти? Иди. Здравствуйте. Можно? Здравствуйте. Проходите. Тем временем следователь Ильин и еще раз встретился с мамой погибшей. С ее разрешения эксперты осмотрели комнату Маши. Интересовала любая мелочь, которая могла бы пролить свет на обстоятельства трагедии. Инна Юрьевна, вы уж простите, что мы в такое время тут, но все же попытайтесь вспомнить. Маша говорила что-нибудь странное, кого-то встретила, что-то случилось. Мать ничего подобного не могла припомнить. По ее словам, Маша первые дни вообще не выходила из дома. Да и потом тоже. Только Петьку во двор водила, ну и в школу ходила. А я на работу устраивалась, сами понимаете. Извините. Что это? Вот, смотри. Судя по выгоревшему красителю и оплавленным краям, кислота, слабый раствор. Точно. Инна Юрьевна, это чье? Так это Петькина панамка, сына. А вот что с ней, я не знаю. Женщина рассказала. Пять дней назад панамку у Пети отобрали. Как сказал мальчик, две каких-то тети. С тех пор ее не видели. Как панамка оказалась под кроватью Маши, непонятно. Да, вот еще. Этот дневник, очень странная последняя запись. Куда бы я ни пошла, чем бы ни занималась, думаю о его словах. Папа не тот, кем кажется. Я чувствую в нем злую страшную силу и не знаю, у кого просить о помощи. Инна Юрьевна, а с отцом у Маши какие были отношения? Да он просто пылинки с нее сдувал. Она его обожала. По словам матери, конфликтов в семье не было и смысл записи в дневнике ей непонятен. Папа любил ее. Оберегал. Банты, платья, украшения. Кстати, я не могу найти ее клипсы. Инна Бадаева четко помнила. Дочь надевала их в школу на отработки. Черно-белые, пластмассовые. Подарить, продать, обменять могла? Да вы что? Это же ее любимые. Вот. На фотографии, а не на ней. Может быть, потеряла, поэтому захандрила. Захандрила? А можно об этом подробнее? Спустя три дня после того, как Маша стала ходить на отработки в школу, она начала вести себя странно. Стала молчаливой, закрывалась у себя в комнате. Судя по звукам, которые доносились из-за двери, плакала. Часами просиживала в ванной, печатая фотографии. Она у вас была фотолюбительницей. Здесь только пленки. Настоящий архив. Настоящий талант. Толик ей на 14 лет свой аппарат подарил. Семейную реликвию. Дедова фронтовая лейка. Вы бы видели, сколько радости было. Лейка. Легендарные немецкие фотоаппараты. Легкие и надежные. Они стали оружием военных фотокорреспондентов. Именно лейкой были сняты многие великие кадры 20 века. Особая тема – оптика фирмы Лейка. Ее разработчик Макс Берек относился к делу с особым трепетом. Лучшую серию объективов Берек назвал именем своей любимой собаки Гектор. Маша хранила негативы не в кассетах, а в сливерах. В специальных альбомах. Так делали профессионалы. Пленку разрезали на части и помещали в кармашки. Почти все снимки Маши были из ГДР, кроме тех, которые в этом альбоме. Девушка даже не успела их отпечатать. Это сделал уже криминалист. Снимок отца. По словам матери, это последний его снимок. Петя, брат. Момент переезда, двор. Школа из окна квартиры девочки. Класс девочки сфотографирован через телеобъектив. И спортзал. Необычный снимок с красивым освещением. Вот здесь пленку обрезали. Именно на этом месте. Хотя до стандартной длины фрагмента не хватает еще нескольких кадров. Оставшаяся часть пленки, видимо, исчезла. Получалось, что из Машиных вещей не было клипс и этого недостающего фрагмента пленки. Но, как оказалось, это было только начало. На следующий день после визита Ильина квартиру Бадаевых ограбили. Как оказалось, дверь в квартиру Бадаевых вскрыли, причем тем же способом, что и замок от входа на крышу, с которой упала Маша. В высверливании. На тряпке под дверью, которая служила вместо коврика, эксперты нашли те же следы, что и на крыше дома. Я в лабораторию. В отпечатке есть какие-то частицы. Постараюсь выяснить, что это. Постараюсь. Угу. Инна Юрьевна, что пропало? Помимо клипс, о которых вы вчера говорили. Женщина проверила ценные вещи, деньги, ничего не тронули. Единственная пропажа обнаружилась в комнате Маши. Альбомы с негативами. Все забрали Гады. Но кому они нужны, кроме меня, пленки Машенькины? Видимо, кому-то нужны. Позарез. А фотографии? Внимательно посмотрите. Ни одну из отпечатанных Машей фотографий взломщик не взял. Только пленки. Искали негативы. И они явно были в последней пленке. Все остальное снято в ГДР. Угу. Чего ты уставился, Паша? Вот эти клипсы пропали. Да, они. Ну вот потому и не села. Понимаете? Только я вам не говорила. Караваев вспомнил, что такие же клипсы, как те, что пропали у Маши Бадаевой, он видел накануне у ее одноклассницы Сони Роженко. Соню срочно привезли для беседы в прокуратуру. Клипсы, как у тебя. Ну я же не знала. Понимаете? Мне их Ирка Мирошник подогнала. Классные. Новые почти что. И всего трех. Понимаете? А что она сказала? Где взяла? Почему продает? Ну, у нас лишнее не спрашивают. А то, ну, вы понимаете, да? Соня, никто не знает, что ты тут. И не узнает. Расскажи мне подробнее. О Гришко и о Мирошник. Всякое болтают. Соня рассказала, что девчонки в классе болтали, будто бы у новенькой с Ирой и Олей был какой-то конфликт. Обычно как? Появляется новенькая, ее начинают загонять. Ну, там, деньги на обед отбирают или еще что. Ой, вы что, думаете, они у Маши эти клипсы отобрали? Не исключено. Их, кстати, придется сдать. Конечно. Я... Я бы их носить не смогла. Да-да. Можно? Заходи. Тут Вазиан попросил передать отчет по экспертизе. Давай. Ну что, еще не поздно к Мирошник заехать, Паша? А она вроде бы в больнице. В отпечатке обуви перед дверью Бадаевых эксперт-криминалист нашел целый ворох интересных веществ. Мягкий воск, черная пыль, стертая в порошок резина, который используется для изготовления подошвы. А еще гуталин, причем не фабричный, а самодельный. В комбинации эти вещества встречаются так редко, что сыщики без колебаний сделали вывод. Обувь либо недавно была в ремонте, либо ее хозяин работает в сапожной будке. В 70-е о советском сервисе говорили с ироничным эпитетом «ненавязчивый». Службы быта не успевали за потребностями граждан, поэтому мелкий ремонт одежды и обуви давали на откуп частникам. Официально для такой работы требовался патент на место, хотя иногда обходились и без него. Кустарное производство охватило около трети сапожных будок в стране. В начале 70-х в Кировограде насчитывалось около двух десятков сапожных будок. Сыщики начали поиски с тех, которые располагались поблизости от квартиры Бадаевых. Тем более, что по данным милиции, в одной из них работал некий Самсон Кисанов, куда более известный как рецидивист-домушник по прозвищу Осириец. Ремонт обуви. Вроде оно. Так, обед. Буду через 15 минут. Может, и мы пообедаем? Да, я не против. Ну, а что? Это он написал, что будет через 15 минут, а когда он будет, неизвестно. Поэтому стараюсь. Вот он. Это он Осириец. Давай, 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 бегом, бегом. Давай, бегом, 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 что ты стоишь? Давай, давай, давай. Отвоюсь за ногу. Провержив. Провержив. Подошву мне его покажи. На подошве туфли сыщики увидели уже знакомый рисунок. Точно такой же след был на крыше Машиного дома. Та самая. Вот даже еще смола есть. В будке Осириец и оперативники нашли все украденные из квартиры Бадаевых негативы. Более того, на сверле дрели эксперты обнаружили частицы металла, такого же, из которого был сделан замок входной двери. Сомнений не было. Именно Осириец вскрыл квартиру, он же и столкнул Машу с крыши. Вазиян сравнил отпечатки пальцев покойного со следами на древке. Полное совпадение. Мы знаем, кто убил, но не знаем мотивы и обстоятельств. И что понесло Осириец на крышу? Да и Маша тоже. Что там? По поводу Маши не знаю. А насчет убийцы... Смотрите. Караваев показал Ильину журнал учета, изъятый при обыске будки Осирийца. Сюда сапожник вписывал заказы, фамилию, вид ремонта, дату, которой обувь следовало вернуть клиенту. Это, как я понимаю, почерк Осирийца. А вот это чей? 1 сентября с 9.00. Дата и время смерти Маши. Выходило, что некто вписал точное место и время убийства Маши в журнал приема заказов. Запись сделана до 1 сентября. Это тоже заказ. Это Машу. Осирийцу кто-то заказывает. Иначе и быть не может. Таких совпадений не бывает. Он же мог заказать ограбление и добыть негативы Маши. Пленки и убийства связаны между собой. И все дело в последних кадрах девочки. Пока мы не узнаем, что она сняла, на убийцу не выйдем. Так что будем делать дальше? Начнем с Мирошника. Тем более она Соне клипсы продала. Ну что, Ира, в Молчанке будем играть? Откуда у тебя клипсы Бадаевой? Нашла. Не подошли, я их продала. Ира, я тебе напомню о чистосередечном признании. И о том, что это дело об убийстве. Я тебе не инспектор детской комнаты. Я из прокуратуры. Ира не признавалась. И все больше нервничала. Опытный взгляд Ильина выхватил одну важную деталь. Ну ладно, хватит. Знаешь, что это за пятна, милочка? Это ожог от серной кислоты. Той самой, которой ты и еще одна тетя облили по наму Пети, Машиного брата. В общем, так. Или выкладываешь все, как было, или мы едем в КПЗ. Срок получишь полновесный. Обещаю. Ира призналась, они с Гришко преследовали Машу чуть ли не с первого дня ее появления в школе. Эй, новенькая, иди сюда. Разговор есть. Че вылупилась, дура? А ты че смотришь, иди отсюда. Бабки гони или с тебя штаны снять. А че? Хорошие треники. ГДРовские. Денег я вам больше не дам. Никогда. И ничего вы со мной не сделаете. Или ты хочешь, чтоб вся школа узнала, что было вчера вечером в спортзале? Криш, слыхала? Ты че, а? Борзая? Только тронь. И фотографию видит каждый. 16-летнюю Машу Бадаеву столкнули с парапетом многоэтажки. Позже обокрали квартиру погибшей. Пропали негативы фотографий, которые делала Маша. Становится очевидным, снимки Бадаевой связаны с ее смертью. Следствие выходит на рецидивиста по кличке Ассириец, мастера по ремонту обуви. В попытке бегства от сыщиков он гибнет под колесами авто. В мастерской Ассирийца находят негативы пропавшие из комнаты Маши. Оказывается, Бадаева сделала снимок компрометирующей ее одноклассницу Олю Гришко. Ладно, пошли. А с тобой мы поговорим в другом месте. Что было в спортзале? Что именно произошло в зале, Мирошник не знала. Пыталась расспросить об этом подругу Олю Гришко, но та молчала. А что было потом? А потом в Олю как будто черт всевился. Я ее такой злой никогда не видела. А что с кислотой придумали? Это она придумала план. Как призналась Мирошник, кислоту они купили у Ассирийца. Подкараулили брата Маши, сняли с него панамку. Ай, больно. Слушай, может с кислотой все-таки перебор? Расслабься, мы только попугаем. Вот такие вот тебе не дашь чего хотим. Братцу, в лицо плеснем. Вынесет все сама. Может, это все-таки перебор? Это урок. Понятно? Урок, который она запомнит на всю жизнь. После того, как Маше вручили сожженную панамку, она вынесла Гришко конверт. Что в нем было, Ира не знает. Во время ссоры в спортзале Маша вскользь упомянула о фото, которое компрометирует Олю. Возможно, в конверте было это фото или его негатив. Испугавшись за брата, девочка отдала шантажистке единственную защиту. Ответить на эти вопросы должен был допрос самой Гришко. Добрый день. Позволите? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Капитоновна, вот постановление на обыск. Пожалуйста, ознакомьтесь. Паша, начинайте. Господи. Позор-то какой. Ну, что ты натворил, а? Вот об этом и поговорим. Оля отрицала все, что рассказал Мирошник. Ильин был в затруднительном положении. Кроме показаний подруги, предъявить Гришко было нечего. Я в комнату. Давай. Время только тратите. А стукачке вашей скажите, что она дура. Она не дура. К чему ей за тебя отвечать? Вот она и говорит. Договориться с... Папа, ее урод. Папа? Девочка замолчала. Больше ничего из нее вытянуть не удавалось. Поняла, что сболтнула лишнее. Не могла помочь и мать, Галина Гришко. Ни у них, ни в семье Мирошник отцов не было. Отец Мирошник давно умер. Коллеги, кажется, есть. Толик, что это? Из банки, служившей пепельницей, криминалист аккуратно извлек оплавившийся комок целлулоида, обгоревшую фотопленку и уголок бумажного конверта. Оплавившийся фрагмент пленки стал ключевым веждоком в деле. Во-первых, сопоставили линии разреза пленок из квартиры Маши и найденной пленки. Судя по микродефектам лезвия, резали одними и теми же ножницами. Но главное, номера кадров на пленке от 1 до 32. Очень удобно, когда печатаешь фото. Легко найти нужный снимок. Пленка из квартиры Маши заканчивалась кадром номер 7. На обгорелом фрагменте девятка. Маша вырезала один кадр. Но где он? Среди негативов, украденных Кисановым, его нет. Гришко его не сжигало. Абузиян был уверен, что в банке сгорел лишь один фрагмент пленки. Тщательный обыск в квартире Маши тоже ничего не дал. Тогда сыщики решили обратить внимание на улики, которые хранились у них в управлении со дня смерти Маши Бадаевой. Отцовская лейка. Именно с ней девочка пришла в первый учебный свой день в школу. Он же для нее стал и последним. Именно здесь и оказался недостающий кадр. Кадр, сделанный Машей Бадаевой, запечатлел Олю Гришко в спортзале вместе с каким-то мужчиной. Это фото только для взрослых. Понятно, почему Гришко так испугалась. Покажи, Маша, это фото всю жизнь бы волю пальцем тыкали. То, чем занимается эта парочка, уголовный кодекс трактует как совращение несовершеннолетней. Так что этот снимок куда сильнее по мужичку бьет. Установили, кто это? Я попросил увеличить фрагмент снимка. Молодец. Принес? Угу. Вот. На фото было отчетливо видно, что на плече и спине мужчины наколоты татуировки уголовного характера. Судя по наколкам и по мастям, клиент серьезный, сидел крепко. Плюс вот это. Возьян предполагает, что этот шрам от пули. А с этими приметами мы его быстро вычислим. Вот эту фотографию прислали из архива МВД. Лобков Иван Сидорович по кличке Колобок. В 43 года четырежды судимый. Вооруженное ограбление, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой. В августе 1967 года бежал из колонии и находился во всесоюзном розыске. А вот это стандартная фотография из выпускного альбома. Средняя школа номер 16. Учитель физкультуры. Папанов Андрей Павлович. Между учениками также известный по кличке Папа. Невероятно, но беглый рецидивист. Пять лет работал в школе, причем считался прекрасным педагогом. Опергруппа выехала на задержание Лобкова. Мужчину взяли дома. Физрук взял отпуск. Судя по собранным вещам, собирался в бега. На допросе все отрицал. Бадаева. Не знаю, такой ученицы. А Гришко? Это фото сделала Маша Бадаева из окна своей квартиры. Себя узнаете? Ну тут да. Виноват. Но Оля меня хмурила. Все было добровольно. Как только выйдет срок, мы поженимся. Прямо слезу прошибает от лирики. А это узнаете? Журнал из сапожной будки Кисанова. Так, 1 сентября. 9.00. Не моя рука. Точно не моя. Физкультурник врал. Криминалисты уже сравнили его почерк в классных журналах с почерком из журнала «Оссирийца» и установили. Писал один человек. Ну что, папа? Гражданин, папа, навчист перед законом? Ну так, недоразумение? Угу. А что скажете о Лобкове Иване Сидоровиче? Рецидивист. Паспорт у тебя, Лобков, что надо. Но вот трешник за побег у тебя уже есть. Отрицать очевидное смысла не было. Лобков заговорил. По его словам, во всем была виновата Оля Гришко. Ну, я тоже, конечно, не устоял. Она после каникул меня в спортзал затащила. Ну, там все и произошло. Кто ж знал, что там фотолюбитель окажется? Как узнали? Ольга накапала. Сказала, что новенькая точкануть нас хочет. То есть шантажировать. И вы стали действовать. Ну, какие варианты? Гнилой расклад. Я в бегах. Тут такой скандал. И как действовали? Ну, Ольга решил ее убрать. Чтобы она чего лишнего не сболтнула. Ну, сам я, конечно, не решился. Отправил ее к ассирийцу. Он мой большой должник позвонит. Запись ваша? Папанов кивнул, мол, было дело. Пришел передать детали насчет того, где быть ассирийцу, а тот уже набрался. Пришлось написать самому, что да как. Я говорил Ольге, не надо ее трогать. Не стоит ее убивать. Ну, я у нее как котенок. Седина в бороду. Потом она сказала, что надо еще кадр один найти. Она оставила себе для страховки. И вы решили обчистить квартиру Бадаевых? Начальник, век воли не видать. Не я это, а сирийц. А что Оле так бояться? Ну, скандал пусть, но не тюрьма. А вам хороший срок. Не вяжется что-то. Гришко, по словам Папанова, боялась, что обо всем узнает ее парень Костик. Тот сейчас служил в армии, был боксером, нервным и ревнивым. Достаться могло крепко и Оле, и Папанову. Ну что же, вашу версию Лобков я услышал. А теперь давайте узнаем правду. Паша, пригласи. Показания Папанова привели Гришко в ужас. Следователь решил провести очную ставку с физруком. Тем более, что девочка не была против. Гришко билась в истерике. Не могла поверить, что ее предал человек, которого она, судя по всему, любила без памяти. Затем Гришко начала давать показания. Разумеется, организатором и мозгом операции был Лобков. После шантажа с Панамкой Маша отдала пленку. Но на этом история не закончилась. Где негативы? В пепельнице. Я их сожгла. Я же сказал, принести всю пленку. Что непонятно, а в слое всю. Ты уверена, что она все отдала? Ой, ну оставила какой-то кадр. Будем девку кончать. А потом пошарить в доме по-тихому. Кончать? Что дальше было? Гришко рассказала, что Папанов приказал своему должнику-ассирийцу столкнуть Машу с крыши. Задачей Гришко было заманить новенькую туда. Я бы и сама за него убила, но не пришлось к счастью. Идея с плакатом была твоя или его? Его. Все бы подумали самоубийство. Привет. Гришко предложила Маше мировую. Взамен от девушки требовалось сделать что-то символическое. Яркий жест. Только так, чтобы все увидели. Или слабо? Нет. Не слабо. Хорошо. Тогда в понедельник вот там, на крыше встанешь с плакатом. Напишешь. Простите меня. Простаешь полчаса и все. Пальцем тебе не тронет. А дальше? Дальше все было так, как рассказал физрук. Осирийец проник на крышу и столкнул Машу. На следующий день вынес пленки из ее квартиры. Преступники не сомневались. Забрали все, что было у Бадаевой. За девочкой следила Мирошник и знала, что та из дома не выходила. На гарантии безопасности Маши кадры, которые она спрятала, вы так и не нашли. Ну да. Осирийец погорел. Это не он погорел. Это Маша оказалась умнее всех вас. Да и храбрее. Ну что? Вот и все. Что с нами будет? Зона будет на полную катушку. Развели тебе, Оленька, мусора. Взяла бы все на себя. По маловетке бескостили. И мне бы только дали за разращение. И теперь по полной. Да еще в группе лиц. Чему только вас в школе учат. Да пошел ты, козел. Ты предал меня. Предал. Чтоб ты сдох. Судьи признали мирошник Гришко и Лобкова виновными в умышленном убийстве. Ира как соучастница получила три года. Оля отсидела шесть лет. Выйдя на волю, она неожиданно для всех вышла замуж за иностранца и уехала в Эрле. А вот Лобкова, Папанова, папу приговорили к 15 годам лишения свободы. На 12-м году он бежал с пересылки и больше его никто не видел. Первые годы на месте гибели Маши Бадаевой появлялись цветы. Но затем эту историю постепенно забыли. Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Рабочий день инспекторов рыбоохраны начинается затемно. В утренние часы браконьеры собирают свой улов из поставленных с ночи сетей. Смотри, сеть натянута. Давай ближе. Так, 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 еще. Так. Новая, нелатаная. Так, знаешь что, давай-ка спрячемся сейчас в этих камышах. Давай. Инспекторы Сидоров и Кислюк рассчитывали на серьезное задержание. За сетью должен был явиться ее хозяин. Эй, мужик! Плыви сюда! Так, давай подпоем поближе. Эй, дядька! Все в порядке? Заснул что ли? Так, а ты посмотри. Дядька! Так, давай к берегу и поживее. Я, кажется, знаю, кто это. Рыбалка шума не любит. Но жуткая находка рыбинспекторов на Чаграйском водохранилище в сентябре 1971 года шума наделала немало, как в Ставропольском крае, так и среди рыболовов всей страны. Ефим Семенович Фролов, личность в рыбацких кругах известная и уважаемая. Автор десятка популярных наставлений по рыбалке, постоянный автор легендарного альманаха рыболов-спортсмен, его часто показывали по телевидению. Учитывая известность погибшего, к расследованию оперативно подключили лучшие кадры краевого розыска и прокуратуры. Анатолий Корженко, следователь прокуратуры, прибыл позже всех. На берегу, куда инспекторы отбуксировали лодку с телом покойного, уже работали эксперты и оперативники. О, прокуратура! Заждались! Заждались они. Ну что тут? Старший опергруппы Виктор Беленко вкратце описал картину происходящего. Эксперты работают над лодкой и телом. На затылке трупа кровь. Возможно, травма головы и привела к смерти. Смерть наступила 2-4 дня назад. Более детально покажется медэкспертиза. Я вам хочу сказать, что больше трех дней он не мог плавать, так как 3 дня назад на водохранилище была буря, гроза, шквальный ветер. Волны могли в любой момент перевернуть лодку. Да и мужчина грузный. Спасибо, товарищ инспектор. Саш, а что с кровью на голове? На голове небольшая рваная рана, обширная гематома. Удар был. Но сказать, что именно он послужил причиной смерти, можно будет только после заключения судмедэкспертизы. По месту работы звонили? Как он здесь оказался? По сведениям, которые оперативники собрали на этот час, Фролов работал над книгой для Ставропольского книжного издательства. Там сообщили, что он в творческой командировке с редактором Василием Стишенко. Стишенко этого нашли? Пока нет. Ищем. Что думаете, коллеги? Убийство? Я думаю, да. Да. Тихонько подплыли, веслом по голове огрели и ходу. Позвольте мне сказать, вам этого, может, и не видно, а мне, как рыбаку, сразу в глаза бросается. На покойники штаны относительно чистые, только какие-то пятна от травы на коленах. Ну и что? А то, что перед тем, как в лодку сесть, надо сначала в воду зайти. А будь это так, у него бы штаны были грязные, вот подсюду. То есть, в лодку его посадили? И еще на чистую воду пробуксировали. А еще посмотрите, с чем он на рыбалку пришел. Что? С чем? Ну, не тяни. Набор снастей и наживок наставников всех советских рыболовов был крайне странным. Лягушечье мясо вроде как для ловли сома, но спиннинг тонкий и для такой рыбы совсем не подходящий. Мало того, на удилище даже не было катушки. Складывалось впечатление, будто в лодку на скорую руку набросали всего понемногу. Например, вот это самодельное деревянное мотовильце с крючками. Сыщики решили найти точку, откуда лодка отправилась в плавание. Возможно, там, на берегу, они найдут улики, которые прольют свет на все эти странности. Но найти стоянку на берегу водохранилища площадью около 160 квадратных километров было нелегко. В поисках помогла важная улика. Перо каравайки. Небольшой птицы из семейства Ибисовых. Его сыщики нашли на дне лодки. Птица в тех краях редкая, занесена в красную книгу. А перо каравайки вообще не из здешних мест. Каравайка у нас только на Севере водится. Больше нигде. То есть, Фролов приплыл оттуда, с северного берега. На это указывают и другие улики. Лягушачье мясо он взял на Сом, это понятно. А Сом самый лучший там и водится. Там топляк, ямы хорошие. Как вы все это знаете и запоминаете. Топляк, сомы, ямы. А вы приезжайте к нам на выходные. Научим. Два выходных дня на рыбалке. Лучший отдых. Рыбная ловля в СССР была по-настоящему народным увлечением. Промышленность не поспевала за спросом. Снаряжение выпускалось мало. Многое рыбакам приходилось изготавливать самим. Не хватало и литературы. Специализированные журналы можно было пересчитать на пальцах. Альманах «Рыболов-спортсмен» был одним из самых популярных. Кроме литературных произведений, здесь печатались обзоры водоемов, репортажи, ценные советы по изготовлению и ремонту снастей для рыбалки. Впрочем, часто рыбалка была лишь поводом для попойки. Среди рыбаков ходила шутка. Алкоголизм неизлечим, поэтому рыбалка – хобби на всю жизнь. У палатки мирно выпивали два человека. Оба предъявили прибывшие следственно-оперативной группе редакционные удостоверения. Стишенко Василий Петрович, Ставропольское книжное издательство. Акулич Иван Кузьмич из «Арсгирской эрогазеты». Так точно. А что случилось-то? На двоих распиваете. Не по-нашему как-то. Третий где? Да мы сами его третий день ждем. И не переживаете, где он? А он такой, одиночка. Флягу возьмет, сухари, то-се, и на пару дней в кабыше. Потом таких рыбин приносит, аж завитки берут. В двадцати километрах отсюда нашли труп Фролова. Вы с ним давно последний раз общались? Пятого. Нет, шестого. В село ездил. Точно. Я вернулся, смотрю, а он на лодке отплывает. Кроме вас тут кто-нибудь еще терся поблизости? Ну как приехали на первой стоянке еще. Был инцидент, только стали раскладываться. Не успели удочки даже забросить. Из кустов появились, ну, типичные урки. Вечер в хату, что вы здесь делаете? Сказали, это их место. Мол, с пятницы рыбу прикармливают, а мы хотим украсть ее. Ну, слово за слово. И, как понимаете, и понеслась. Затеялась драка. Фролова огрели веслом алюминиевым. Ну, и сами понимаете. Кровило, но не сильно. То ли они Фролова узнали, то ли испугались. Правда, обещали вернуться. Ну, мы и съехали оттуда. Да мы бы уже и не отдыхали бы тут. Настроение испортили. Зато здесь, я смотрю, отдыхали на славу. Рыбаки рассказали, пьянка шла два дня. Пили взятое с собой пиво, водку, самогон. Закусывали тем, что привезли из дома. Колбасой, вяленой воблой. Фролов пил больше всех. Но не пошло. Траванулся, тошнило его. Потом компаньоны уехали в Арсгир, ближайший райцентр. Там Стишенко высадил Акулича у редакции, купил в буфете два ящика пива, подлечиться и вернулся на стоянку. Видел я его, как он вот туда отгребал, еще рукой помахал. Саша, вы осмотрите здесь, пожалуйста, все. Странно получалось. Или Стишенко врал, или Фролов забрался в лодку на суше и его кто-то спустил на воду. Так что тот не испачкал штаны в цветущей воде. Но кто? А дальше? Стишенко увидел Фролова около восьми. В девять появился Акулич. Его на лодке подбросил кум. Привез коптильню. Приятели сели коптить леща. Сыщики показали рыбакам содержимое лодки. Так катушка пропала. У него японская была, дорогая. А это не его. Мотовильцы, это чужое. Точно. Показания рыбаков нужно было проверить. Но куда более перспективными подозреваемыми выглядели трое неизвестных, которые сцепились с компанией Фролова на первой стоянке. Может быть, они и вернулись, как обещали. В лагере эксперты обнаружили множество следов. В основном отпечатки сапог Стишенко, Акулича, следы шины редакторской «Волги», а также следы с характерной поперечной трещиной. Их идентифицировали как отпечатки шин мотоцикла «Урал» с коляской. Ни Акулич, ни Стишенко мотоциклы здесь не видели. Следы находились на въезде в лагерь со стороны шоссе. Но главной находкой оставалась деревянная мотовильца с грузилами. Местный участковый опознал грузила по характерной форме. Их отливал известный в этих краях рыбак Семен Столяров. Столяров водился с некими толиком и штырем, ранее судимыми. У штыря, по словам участкового, как раз был «Урал». Сыщики отправились к Столярову домой и застали его за работой. Столяров держался настороженно. Мотовильца признал, но, по его словам, оно давно было потеряно. Ни о какой драке он не знал. То есть этого человека вы не били? Разве всех упомнишь? Товарищи, не трогайте ничего, ладно? Не ладно, Столяров. Не ладно и не складно. Если вы никого не били, то откуда кровь? Порезался я недавно на рыбалке, наверное. И волосы здесь ваши, да? Руки у вас волосатые, Столяров. Так по виду не скажешь. А это что? Тоже на рыбалку, да? Это я нашел, это не мое. Веслом ударили Фролова вот вмятина. У вас были подельники, браконьеры. Или перестаем Ваньку валять, или едем в КПЗ сейчас? Взрывчатка, сети, улики, которые указывали на причастность Семена Столярова к браконьерству. Что касается убийства Фролова, обыск дал один вещдок. Сыщики нашли японскую катушку. Ту самую, что, по словам Акулича, была у Фролова. Учитывая, что рисунок шин мотоцикла у лагеря совпал с узором протекторов мотоцикла Штыря, сыщики не сомневались. Браконьеры были на месте нового лагеря Фролова и, возможно, причастны к его смерти. Улики, во всяком случае, указывали на это. Огнутое от удара весло с кровью и прилипшими волосами вообще вещдок неопровержимый. Но логику следствия свели на нет результаты судмедэкспертизы. Наумий Восифович, это шутка? Я похож на шутника. Вы хотели причину смерти? Будьте любезны. По мнению эксперта, травма головы не могла служить причиной смерти Фролова. Никаких повреждений мозга или нервной системы она не вызвала. Удар был не сильным. Паралич дыхательного центра, вызванный отравлением ботулотоксинами. А проще? Это ботулизм. Он что, тушенкой несвежей отравился, что ли? Ну, мы взяли на анализ продукты из лагеря Фролова, пробы воды, грунта. Дня четыре стоит обождать. Но я не исключаю заражение через рану. Ботулизм? Гадости считаю. Ботулизм – очень тяжелое заболевание, как правило, возникающее внезапно. Ботулизм – тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему человека. Риск смерти крайне высок. В 70-е годы умирал каждый четвертый больной. Палочка ботулизма встречалась в рыбе и мясе. Но самая благоприятная среда для токсинов – домашняя консервация. Пока эксперты пытались определить обстоятельства отравления Фролова, у сыщиков появилась ясность с браконьерами. Рано утром на Чеграйском водохранилище обнаружили лодку с телом известного в тех краях рыбака и литератора Ефима Фролова. Мужчина получил сильный удар по голове. Внимание сыщиков привлекла одна деталь – штаны Фролова были сухими. Значит, мужчина не сам сел в лодку. Его туда посадили уже после смерти. Друзья умершего сообщили – у Ефима пропала японская катушка от удочки. Редкая вещь. Следствие выходит на браконьера Семена Столярова. В его сарае находят пропавшую катушку и окровавленное весло. Казалось бы, убийца найден. Но результаты экспертизы показали – Фролов скончался от батулизма. Удар по голове не был смертельным. Пока эксперты пытались определить обстоятельства отравления Фролова, у сыщиков появилась ясность с браконьерами. Прижатый уликами Столяров заговорил. Рассказал, что драка с компанией Фролова действительно была. Что вы делали на месте их нового лагеря? Так, Столяров. Это отпечатки шин мотоцикла Штыря, найдены на грунтовой дороге. Это ваши отпечатки, найдены на многих предметах в лагере Фролова и на катушке украденного у него спиннинга. Ты убил Фролова. Или Штырь, или Толик. Ладно, ладно. Был я там. Но не было никого там убивания. Пусто там было. На лагерь Фролова браконьеры выехали случайно. По пути домой Столяров заметил знакомую палатку. Пока друзья остались караулить съезд с дороги, Столяров пробрался в лагерь в надежде чем-то поживиться. В лагере никого не было. На полную громкость играло радио. Снасти разбросаны, лодка стояла на берегу, пережидала бурю. Столяров увидел спиннинговую катушку и решил снять ее с удилища. Браконьер едва успел метнуться в кусты, как в лагере появилась машина Стишенко. Столяров видел, как тот выгрузил из багажника пиво, а после бродил по лагерю в поисках Фролова. Ефим Семенович, ты где? Столяров пробыл в лагере около четверти часа. Ему удалось вспомнить еще одну деталь. Когда он уходил из лагеря, по радио начиналась передача «Полевая почта юности». Радиопередача «Полевая почта юности» выходила в 20 часов в 5 минут. Показания браконьера свидетельствовали о том, что редактор Стишенко не застал на месте Фролова, при этом лодка стояла на берегу. Но Стишенко уверенно рассказывал, что видел отплывающего от берега Фролова. Выходит, Стишенко последний, кто мог видеть Фролова, при этом он откровенно врал следствию. Заставили сыщиков внимательнее присмотреться к Стишенко и результаты экспертиз. Возбудитель бутулизма нашли в икре воблы, в которой троица закусывала пиво. Так что же это? Еле все. Отравился один Фролов? Тот случай, когда я могу сказать, что это убийство. Доводы? Эксперт рассказал, что яд в икру воблы ввели шприцем. Это отчетливо показала микрорентгенография. Оказалось, что ядом были наколоты все рыбы, которые были взяты на анализ в лагере. К тому же, поскольку проколы делались не в мягкой ткани, а через чешую, четкий след инъекции остался и на ней. И есть еще одно. Вот шаг диаметра наших игл – 1,1 мм. Ну, 0,2, 0,3, а тут 0,55. Импортная игла? Вот именно. И обнаружили остатки смазки на игле. Если рыба была заранее отравлена, речь шла о тщательно спланированном убийстве. Сыщикам предстояло выяснить, откуда в лагере появилась ядовитая вобла. А Кулич же упоминал, что воблу эту Фролов привез. Ему Стишенко полмешка с Каспио подогнал. Опять Стишенко? Пока ясно одно. Он нам врет. К моменту, когда Фролов якобы отплывал от лагеря, он не то что грести, он голову держать не мог. Вот именно. Классический симптом бутулизма – слабость шейных мышц. Давай-ка его под подписку, а сам разведай в редакции, что за фрукт и чем дышит. Главный редактор Ставропольского книжного издательства Геннадий Карпачев рассказал, что отношения между Стишенко и Фроловым были неоднозначными. Фролов был дерьмо первостатейное. Почему? Он был жмот, беспроцедный человек. Фролов фактически присвоил наработки Стишенко для новой книги о рыбалке. Редактор многие годы по крохам собирал информацию из старинных и зарубежных книг. Ну и вишенка на этом торте. Договоренность о совместной рыбалке с самим Ригори Хуэнтесом. А это еще кто-то? Как он такой? Это же капитан яхты самого Хамингуэя. Когда об этом узнал Фролов, он влез в переговоры, убедил, что в поездку должны ехать двое, он и Стишенко. В итоге, благодаря своим связям, Фролов получил разрешение на выезд за рубеж, а Стишенко остался дома. Он по приезду издал книгу, получил более 10 тысяч гонорара. При этом Фролов нигде в книге не упомянул о редакторе Стишенко. Это был тяжелый удар по самолюбию Стишенко. Кое-как он держался, но на редакционной пьянке не выдержал и полез выяснять отношения, обещал отомстить. Ну, по слухам, фролов долг денег. Помог купить машину. Так значит, конфликта нет? Исчерпан? Не скажите. Машина – это мелочь. Для автора своя книга признание, слава, прежде всего. Наконец вырисовался мотив. У Стишенко украден труд жизни. Вместо всесоюзной славы – беспросветная работа в провинциальном издательстве. Ну, занимается изданием брошюр, ну, обреде алкоголизма, ну, батулизме. О чем? Батулизма. Я же вам говорил, что специалист широкого профиля. Как выяснили сыщики, за информацией о батулизме Стишенко обращался на кафедру микробиологии Ставропольского мединститута. Завкафедры проректор профессор Гахлидзе подтвердил – такой человек приходил. Только я его перенаправил. Сам-то я в разъездах. Вахтанг Гилаевич, а к кому вы его направили? Я его направил к специалисту высшей категории в области анаэробных бактерий Анне Александровне Гориной. А как с ним можно поговорить? С этим сложно. Я ей отгул выписал. Она мужа хоронит сегодня. Ефим Фролов, слышали, да? Такое горе. Такая трагедия. Это был неожиданный поворот. Главный подозреваемый по делу об отравлении консультировался с женой жертвы. При этом, как Стишенко, так и Гориная имели доступ к вобле дома у Фролова и могли ее отравить. Гориная, к тому же, работала в институте, где можно было раздобыть возбудитель бутулизма. Но совпадение это не походило. Когда же сыщики опросили сотрудников редакции института, они узнали, что Гориная и Стишенко давно знакомы. И, скорее всего, их знакомство переросло в увлечение. Стишенко виделись цветами у института. Несколько раз он забирал Анну с работы на машине. Анна Гориная рассказала, вышла за Фролова 7 лет назад, думала, что брак со знаменитостью будет счастливым и беззаботным. Но муж Фролов был совсем не похож на Фролова ухажера. И вы стали искать романтики на стороне? Это вы о ком? У Стишенко. Да, у нас была связь. Но она была недолгой. Мы остались друзьями. Он вообще очень хороший человек. Да мне всегда казалось, что он это делает не для меня, а скорее, чтобы позлить моего мужа, чтобы ему роган оставить. А Фролов ревновал? По словам вдовы, Фролов не ревновал вовсе. Страсть между супругами давно остыла, и каждый жил своей жизнью. Анну это тяготило, но на развод она не подавала. Ей попросту негде было жить. Разделить квартиру сложно. Жилье ведомственное, по линии союза писателей. А самой ей податься было некуда. Женщина была детдомовкой и круглой сиротой. Поговорим о ботулизме. Вы консультировали Стишенко? Подождите. Вы думаете, это я его научила? Моя тема столбняк. Я ботулизмом не занимаюсь уже два года. Я не имела доступа к токсину. Послушайте. Да и зачем мне убивать Фролова? Если бы я отравляла всех, кто мне противен, я бы в пустыне жила. У вас вобла сохранилась? Да. Забирайте на лоджии. Вахтан Гилаевич, скажите, пожалуйста, имела ли Гориная доступ к токсинам? Исключено. Лаборатория у нас как военный объект. Режим. Ну, а дома она могла изготовить токсин? Теоретически и бомбу можно. Только бомбу проще. Неужели? Да. Понимаете, нужен природный возбудитель ботулизма. Затем особые условия нужны, да, аппаратура. Но даже природный возбудитель не так легко достать. Да? Да. Сейчас очаги. Это Днестр и Каспий. А у нас тут ботулизма нет. Каспий, говорите? Да. Каспий оттуда привезли воблу, которой отравили Фролова. Корженко уже сомневался в том, что Стишенко обладал достаточными возможностями и знаниями для столь сложного убийства. Но сбрасывать со счетов его было нельзя. Он мог привезти с Каспия исходный материал для получения токсина. Кроме того, явно врал. Возможно, выгораживал убийцу. Перспективным кандидатом на роль убийцы была Анна Горяная. Имела практику обращения с токсином, доступ к вобле. Может, Стишенко выгораживал ее? Что если отравители работали в паре? А рассказ о том, что отношения между ними закончены, лишь для отвода глаз. Тем более, Горяную, по ее же словам, брак с Фроловым тяготил. Корженко устроил очную ставку. Вот посев из рыбы, которую вы ели с Фроловым на рыбалке. Это яд из вобласть вашей лоджии, Анна Александровна. В область вашего балкона был отравлено тем же штаммом. Подчеркиваю, специально отравлено. Вы думаете, это я? Но зачем? Она не виновата. Я рыбу не травил, и она не травила. Конечно, у нас были конфликты с Фроловым. Но так, чтобы желать ему смерти... Послушайте, мы эту рыбу ели в редакции, и ничего. Значит, я попал в рыбу уже у вас дома, Анна. И был адресован специально Фролову. Я ничего не знаю об отравлении. Почему вы оба умолчали о том, что между вами была любовная связь? Вы встречались у вас? У меня. Она ни при чем. А вы, Стишенко, помимо откровенного вранья о том, что произошло в лагере с Фроловым, утаили свой интерес к батулизму. Почему? Да, утаил. Потому что все показывал на нас с Анной. Как же вы этого не понимаете? Расскажите, наконец, правду. Ефим Семенович, ты где? По словам Стишенко, вернувшись в лагерь, он не нашел Фролова в палатке и подумал, что тому опять плохо. Отправился в Камыши, предполагая, что там и мучает Фролов. Его уже сильно рвало в тот день. Однако Стишенко ждал ужасный сюрприз. Фролов был мертв. По-видимому, потеряв сознание от паралича дыхательного центра, он упал и ударился о камень, разбив голову. Стишенко вдруг понял, обвинят его, вспомнят ссору. К тому же он явно последний, кто видел Фролова. Испугавшись обвинений в убийстве, Стишенко решил избавиться от тела. Посадил покойника в лодку, набросал снастей, спустил лодку на воду и оттолкнул от берега. Надеясь на то, что тело утонет где-то подальше от него. Камень я выкинул, переоделся. Потом приехал Акулич. Дальше вы знаете. Но я не отравитель, а она тем более. Рано утром на Чеграйском водохранилище обнаружили лодку с телом известного в тех краях рыбака и литератора Ефима Фролова. Экспертиза установила, мужчина умер от батулизма. Отравился Фролов икрой в облы, который его угостил Василий Стишенко. Причем рыбу отравили специально. У Стишенко был мотив. Погибший украл наработки его книги и выдал за свои. И еще у Стишенко и Анны, жены убитого, была интимная связь. Анна специалист высшего уровня по части анаэробных бактерий. То есть знает все о возбудителях батулизма. Но на допросе подозреваемые категорически отрицают свою причастность к отравлению прославленного рыбака. Ну вы же видели симптомы. Неужели не распознали батулизм? Да, в конце распознал. Но сказать не мог. Вы бы сразу подумали на нее. Выгораживали любимую женщину и фактически дали умереть Фролову. Вы пойдете под суд Стишенко. Как минимум за оставление без помощи. Подпишите подписку о невыезде, Анна Александровна. Подозрения с вас не сняты. Кроме того, извините, но я не вижу вашей помощи следствию. А чем же я могу помочь? Почему была наколота именно икра? А, ну тут все просто. Анаэробные бактерии, в том числе и палочка батулизма, лучше всего развиваются именно в брюшной полости. Кстати, Фролов обожал икру. Ни с кем я ее не делился. Я ее никогда не ела. Липнет к зубам неприятно. Кто еще знал о том, что он любит именно икру? До полставрополя. Все, с кем он на рыбалку ездил. Нам придется провести у вас обыск, Александр. В квартире Фроловых стандартная планировка. Комната, кухня и лоджии. Места для опытов попросту нет. Незаметно от мужа получить токсин здесь было невозможно. В квартире эксперты нашли немало отпечатков пальцев. Видно, что в доме часто принимали гостей. Единственным важным вещдоком оказалась вот эта ручка, которую сыщики нашли в спальне под Тахтой. Надпись на корпусе на английском. Девятый международный конгресс микробиологов. Токио, 1969 год. Фирменная ручка, которую вместе с другой сувенирной продукцией обычно раздают участникам таких мероприятий. Сыщики проверили. Ни Горяная, ни Фролов в Японии не бывали. Узнаете? Нет. Мы нашли ее у вас в спальне. Если она не ваша, то чья она может быть? Может, Фима? Ему иногда дарили ручки. То есть некий микробиолог вернулся с Конгресса, из Токио, подарил вашему мужу ручку, а вы ее все это время не видели? Выходит, так. Теоретически, ручка могла попасть в дом давно и случайно, но под Тахтой она уж точно оказалась недавно. Анна Горяная не была примерной хозяйкой и в спальне хватало пыли. Причем ее количество на ковре и на поверхности ручки было несопоставимо. Ручка была почти чистой и явно пролежала там, где ее нашли недолго. Кто приходил к вам домой в последнее время? Ну, скажем, с середины августа. Да никто. Во всяком случае, ко мне. К Фиме приходил Стышенко. Принес эту дурацкую воблу. Сыщики проверили. Стишенко не опознал ручку. Не видели ее и в редакции. Ни у Стишенко, ни у Фролова. Следователь был уверен. Анна скрывает от него что-то, связанное с убийством. И ручка эта ей знакома. Через пять дней из Москвы пришел ответ на запрос Корженкова. Следователь запросил в Минздраве СССР список участников делегации, которая ездила на конференцию в Токио. Сидите. Хорошо. Список участников делегации. Аврамов, Векслер, Гахлидзе. Гахлидзе? Начальник нашей подозреваемой. Да. Гахлидзе Вахтанг Гилаевич. Тема доклада. Ранние этапы формирования бутулотоксина. Едем брать. А что Анна Александровна? Делает квадратные глаза и все отрицает. Хотите вишенку на торт? Эти двое сообщили, что ручка – это только часть подарочного набора, в котором также блокнот, сумка и презентационный пакет от фирмы-производителя. В нем респиратор, очки. И, внимание, комплект из пяти одноразовых шприцев. Каких шприцев? Одноразовых. Сыщики осторожно изучили подробности жизни и работы Гахлидзе. Оказалось, что за последние полгода он четыре раза бывал в командировках вместе с Гориной, на симпозиумах, которые часто не имели никакого отношения к ее работе. Внешне Гахлидзе оставался примерным семьянином. Об этом же говорили и сотрудники, в частности, его заместитель Тамара Пронина. Интрижка исключено. Вактан Галеевич – замечательный муж и отец. Скажите, чисто теоретически, вынести из лаборатории Гахлидзе бактериологический материал возможно? Наверное. Набрать шприц и спрятать. Но это опасно, потому что шприц может или разбиться, или протечь. А какими шприцами вы пользуетесь? Производство ГДР диаметром 0,7. А вот вы не слышали, есть такие шприцы диаметром 0,55 миллиметра? Я читала про эти шприцы. Это японские шприцы производства Митабо, но у нас их нет. Хотя, подождите, я вспомнила. Пронина вспомнила. Правда, что пять одноразовых шприцев Гахлидзе привез из Японии. Они были институтской экзотикой, почти музейным экспонатом. Их изредка извлекали на свет, чтобы поразить коллег уровнем заграничной медицины. Пользуясь отлучкой хозяина кабинета, Корженко попросил разрешения взглянуть на шприцы. И то, что он увидел, не удивило его. В упаковке было лишь четыре шприца. Пятый исчез. Не бьющийся, компактный, с иглой диаметром 0,55 миллиметра с заглушкой на конце иглы. Идеальный контейнер для того, чтобы безопасно вынести токсины из лаборатории, а затем быстро ввести раствор. Вся информация, которую получили сыщики, подсказывала. Инъекции были сделаны дома у Фролова в облу, которая висела на лоджии. Оставался открытым вопрос, куда злоумышленник делал шприц после того, как дело было сделано. Пока эксперты обыскивали прилегающую территорию в поисках орудия убийства, Корженко допрашивал Анну Гореную. У нас вполне достаточно улик, чтобы взять убийцу уже сегодня. Но тогда вы будете соучастницей. Я не виновата. Потому что лично не убивали. Вы покрываете убийцу, пусть даже нелюбимого мужа. Вы молчите, потому что у Гухлидзе есть семья? И она не в курсе? Анатолий Дмитриевич! Нашли. Вот, под окном. В грязи высохший луж. Узнаете? А что тут узнавать? Таких в Ставрополе на пальцах одной руки. Анна разрыдалась, и ее будто прорвало. Она рассказала, что с Гухлидзе они встречаются уже почти год, урывками, соблюдая конспирацию. Гухлидзе не готов к разводу, а она бы и развелась до фролов вдруг стал резко против. Гухлидзе сильно переживал, когда она рассказывала ему, как мучается с мужем. Я сразу же догадалась, что это он. Он умный. Он обязательно что-нибудь придумал бы. Этот был ум, да в мирных целях. Я вас очень попрошу, пожалуйста, не говорите ему, что это я его сдала, ладно? Передайте ему, что я его буду ждать, чтобы не случилось. Гухлидзе запираться не стал. Он был у фроловой дома дважды, за те дни, пока в доме была привезенная стишенка в обла. В обла висела на лоджии. Гухлидзе выходил туда покурить. Один раз ковернул себе кусок, но она запретила. Говорит, муж на ней помешан. Особенно на икре. Рыбу медик отравил во второй приезд, 2 сентября. Гухлидзе приехал на служебной Волге к соседнему дому. Машину отпустил, чтобы не маячило. Пришел гориной пешком. Потом мы любили друг друга. Потом она в ванную, а я как бы курить на балкон. Шприц с собой в портфеле принес. Вобла висела на веревке. Гухлидзе решил колоть прямо через чешую. Это было не очень удобно, зато быстро. Наколол 6-7 рыб, у которых была икра. Профессор знал, что икру фролов ест сам. Медвежонок, а что ты там делаешь? Сейчас иду, солнце, геноцель. Докурю только. Шансы 80 на 20, чтобы это расценили как бытовое отравление. А посторонних не боялись отравить? Чтобы он не кровь поделился. Этот жлоб? Нет, не боялся. А по-мужски нельзя было поговорить или развестись? Гухлидзе пояснил, разговор был. Фролов решил не отпускать Анну. Грозился опозорить и самого профессора. Намекал на свои связи. Это однозначно привело бы к разводу Гухлидзе и поставило бы крест на его научной карьере. Во всяком случае, о загранкомандировках пришлось бы забыть. Ну это ладно. Но я больше за Анну беспокоился. Если не со мной было бы, так хоть с кем-то другим. Она обещала вас ждать. Суд был закрытым и нигде не освещался. В деле фигурировали вопросы, связанные с государственной тайной. Например, со схемой контроля безопасности в бактериологических лабораториях. Да и друзья Фролова не были заинтересованы в том, чтобы посмертно пятнать его имя. Вахтангу Гухлидзе дали 11 лет. Он отсидел их от звонка до звонка. Анна дождалась его. Они оба уехали в Грузию, где работали в районной больнице до самой пенсии. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. вещественных доказательств. Кто там? Да кто ж тут ходит? В мае 1963 года в селе Дмитровка под Киевом убили доярку Лидию Чапай. Женщине было 38 лет. Лидия жила одна. Муж умер 15 лет назад. Родственников не осталось. Уже на следующее утро в доме убитой работала опергруппа из Киева и лично заместитель начальника управления уголовного розыска МВД республики Клавдия Ивановна Кожан. Почему смерть рядовой доярки заинтересовала киевскую милицию, стало известно десятки лет спустя, когда это дело рассекретили. В селе готовились к визиту лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, но знали об этом единицы. Фидель Кастро начал свой визит нестандартно, не с Москвы или Ленинграда, а с Мурманска. Из Гаваны он вылетел в конце апреля, теплых вещей с собой не взял. Говорят, что посреди Сибири лесорубы перекрыли железную дорогу, чтобы увидеть Фиделя. Заметив, что тот легко одет, подарили телогрейку. Кастро нашел у себя в кармане три сигареты и передал их мужикам в знак благодарности. Однако это была чуть ли не единственная незапланированная встреча за время турне. Во всех уголках Союза за визит команданты головой отвечали партийные лидеры республик. По одной из легенд, в Узбекистане, когда Фидель захотел посетить местный универмаг, за кассовый аппарат сел лично министр торговли. Ударили сначала вот этим кувшином. Жертва упала, потом преступник перетащил ее в спальню и там уже задушил. Чем душил? Молодой следователь прокуратуры рабил перед легендой уголовного розыска Киева подполковником Кожан. Клавдия Ивановна понимала это и соблюдала формальную субординацию. Да спрашивайте. Чем душили, интересно. А вот это вопрос. Пойдемте покажу. Криминалист показал, что на шее жертвы нет следов от рук или удавки. Поэтому вопрос о способе удушья остается открытым. А эти товарищи кто? Тертышный Всеволод Терентич, местный участковый. А это... это товарищ... Бакарчук Василий Никанорович, помощник второго секретаря республики. Второй секретарь ЦК Компартии республики отвечал за идеологию. В партийной иерархии эта должность была выше, к примеру, секретаря ЦК по промышленности. Так что даже такого короткого представления хватило, чтобы присутствующие оценили статус Бакарчука. Бакарчук рассказал, что сейчас на высшем уровне решается вопрос, везти или не везти в село Фиделя Кастро. А нам это зачем знать? Чтобы быстрее найти убийцу. Безопасность гостя на первом месте. В углу верхнего ящика комода подполковник Кожан нашла записку. Вот ее дословный текст. Ваш муж халяв ночует у доярки Чапай. Приезжайте. Товарищ Тертышный, вы давно в селе работаете? Так точно. Двадцать лет. И всех здесь знаете? Так точно. Конечно, всех. Мужчина по имени халяв. Есть такой? Никак нет узбеков. У нас нет в деревне. Халяв? Имя не узбекское, а татарское. Так точно. Татары есть. Недавно прибыла бригада, целая татарская ига виноват. Бригада шабашников строит новый коровник. Участковый рассказал, что месяц назад в селе начали готовиться к приезду высокого гостя. Своими силами колхоз не справлялся. Наняли несколько стройбригад. Одна из них приехала из башкирского города Салавата. Севолод Терентьевич, я вас попрошу в стороночку подозвать бригадира этих ваших шабашников. А мы с ним тихонечко пообщаемся. Есть. Я с вами. Товарищ помощник, я уверена, дело у вас хватает. Давайте договоримся так. Вы вечером приходите на леточку. Там и новости будут. Пройдемте, товарищ. С бригадиром стройбригады встретились в кабинете участкового. Вот, привел. Шамиль Сафин. Подполковник Кожан. Поликарпов, следователь. Присаживайтесь. Клавдия Ивановна рассказала все без обиняков. Сегодня ночью была убита доярка. У нас есть подозрение, что один из ваших работников регулярно ночевал у нее. Я знаю, о ком вы говорите. Давайте угадаю. Халяв, верно? Да, халяв Сафагалиев. Но в эту ночь он ночевал в бараке. У меня бы сонится. Я всю ночь не спал. А халяв дрых. Подполковник показала бригадиру записку, из которой следовало, что у его сотрудника и доярки Чапай был роман. Что вы знаете об этом? Я догадывался, а вчера понял, что случилось вчера. Где его кровать? Вот. Где халяв? Накануне неожиданно приехала жена Сафагалиева. Рано утром она стояла на пороге барака и требовала сказать, где ее муж. Халяв уже несколько недель ночевал в другом месте. Приходил под утро. Вот так сюрприз. Ай, молодец, что приехала. И жена, а золото. Да твоя кровать застелена. Где ты был? Сегодня встал ни свет, ни заря. Вот и застелил. А ну, на улицу. Сафагалиевы продолжили во дворе. Вся округа слышала, как они ругаются. А ну, быстро объясняй, почему кровать твоя застелена. Где она? Где ночевала Сафагалиева? Чемодан оставила в бараке. Потом куда-то пропала. А где ночевала, шайтан ее знает. Пока Кожан и Поликарпов опрашивали бригадира, криминалисты продолжали осматривать дом убитой доярки. Шарик, Шарик, Барбоса, ну да, я подойду. Терентьич, подержи собаку. Криминалист заметил, что в собачьей будке что-то блеснуло. Ого! Опа! Вот тебе и шарик. Это Назгюль Сафагалиева. Ей 35 лет, работает инженером на Салаватском химкомбинате. Ее муж, халяв, который в составе стройбригады приехал в Дмитровку и закрутил роман с дояркой Чапай. Некий доброжелатель поспешил об этом сообщить Назгюль. Вот записка. Свидетели рассказали, как неожиданно Назгюль нагрянула в село. А вот в ночь убийства ее уже никто не видел. В разряд подозреваемых Сафагалиева попала благодаря полиэтиленовому пакету. Им и задушили доярку. На нем криминалист нашел следы рвотной массы Чапай. Собака убитой затащила вещдок в будку, поэтому нашли его не сразу. Полиэтиленовый пакет – вещь редчайшая в те годы. Производили их всего на двух предприятиях Союза. В Ленинграде и в Башкирии, где и работала Назгюль Сафагалиева. В середине 60-х в стране бум производства изделий из полиэтилена. Все говорят о невероятной дешевизне и удобстве изделий. Самым дефицитным товаром из полиэтилена на десятилетие становится пищевой или, как его называли, целлофановый пакет. В полиэтиленовые пакеты фасуют продуктовые пайки для партийной элиты. В 70-е за пластиковый пакет с фотографией Пугачевой могли отдать 5 рублей – одну тридцатую часть средней зарплаты. На рубеже 20-го и 21-го веков заговорили о страшном вреде, который наносит полиэтиленовые изделия экосистеме Земли. Исследования показали, что целлофановый пакет распадается 400 лет. Крупные сети супермаркетов по всему миру сегодня отказываются от его использования. Под вечер объявилась ревнивая жена Шабашника. Она вернулась в барак за чемоданом. Там ее поджидал участковый. Это еще зачем? Доярка Чапай была задушена полиэтиленовым пакетом. На пакете были обнаружены отпечатки пальцев. Сейчас наш криминалист взял образцы ваших отпечатков и сравнит их с теми, которые были обнаружены на пакете. Зря время теряете. Это не вам решать. Да, я была у нее. Но не ночью, а днем. Следила аж от самой фермы. Догнала возле калитки. Спросила, что ж ты, шакалка, на чужое позарилась. И что, Чапай? Доярка боялась огласки. Не хотела, чтобы соседи видели эту сцену. Поэтому позвала Назгуль в дом. Тебе кто сказал? На. Это была та самая анонимка. А ты чего волнуешься? Как? Это правда? Правда. Э, спокойно. Дай ему развод по-тихому. Дом останется за тобой. А мы с ним уедем. Стерпела. Да кто ж такое стерпит? На вопрос подполковника Кожан, где была Назгуль в момент убийства Чапай, женщина ответила. Была далеко. Назгуль. Такие ответы приближают вас к тюрьме. Ай, ладно. Я ночевала в грузовике. С коллегой и другом моего мужа. Как друга зовут? Вот Иван. Иван Стрельников. Это Иван Стрельников, водитель шабашников из Башкирии. Стрельников подтвердил, ночь провел с Назгуль в 50 километрах от Дмитровки. Бригадир строителей рассказал, что Стрельников уехал вечером за щебнем, а вернулся только утром. Этому не придали особого значения, потому что в карьере водители могли ждать погрузки сутками. По всей области в связи с приездом Фиделя Кастро шли и строительные, и ремонтные работы. Когда проверяли накладные Стрельникова, заметили, что они написаны тем же почерком, что и анонимка, которую прислали Назгуль Сайфагалиевой. На вечерней летучке подполковник Кожан сообщила, Сайфагалиева не убивала Лидию Чапай. Ее отпечатков не было на полиэтиленовом пакете, которым задушили доярку. Вот и алиби есть. Стрельников этот сказал, что любит Назгуль, и поэтому сообщил доярке обезмени мужа. Идиот! Простите. Помощнику второго секретаря республики не понравилось то, что он услышал. Он требовал не отказываться от этой версии. Мне завтра утром докладывать наверх? Что я там скажу? Сюда через неделю. Такие люди приедут, а у вас тут черти что творится! Да-да, войдите. Ой, выпачиваюсь. А вы кто? Сусит Чапай. На пороге кабинета стоял сосед убитой доярки. Мужчина рассказал, что в доме Чапай кто-то ходит. Женка моя кажется, что дух Лидки. Но я в цены видю. Берите Григорьева и живо к дому. В собственном доме убита доярка Лидия Чапай. Женщину ударили кувшином по голове, после чего задушили. Под подозрением Назгуль Сайфагалиева. Она приехала в село накануне убийства. Неизвестный доброжелатель сообщил Назгуль у ее мужа роман с дояркой. Сыщики выяснили, что Лидия действительно состояла в отношениях с шабашником по имени Халяв. Эксперты установили, Лидию задушили полиэтиленовым пакетом. На нем остались отпечатки пальцев. Сайфагалиева призналась. С убитой виделась. Но не вечером, а днем. На момент убийства Лидии у ревнивой жены есть алиби. На следующий день сыщикам сообщили, в дом покойной доярки кто-то пробрался. Мы пошли. КОНЕЦ В доме убитой были разбросаны вещи, ящики, комода открыты. Участковый обратил внимание, что скатерть на столе застелена не так, как утром. Сейчас она была опущена до самого пола. Руки! Поднимаем вверх. Оружие на пол бросай. Оружия нет. В руке что? Фонарик. На пол бросай. А сам потихоньку выползай. Потихоньку, я сказал. Руки, руки, руки. Я, между прочим, человек. Неизвестного привели в кабинет участкового на допрос. В его карманах, кроме мелочи, ничего не обнаружили. Василий Никонорыч. Василий Никонорыч. Да. Да. Вы бы пошли домой, отдохнули, поспали. Какой отдохнуть? Мне завтра утром наверх докладывать, я буду здесь. Подполковник согласилась, но попросила большую партийную шишку сидеть тихо, в допрос не вмешиваться. Товарищ участковый, вы знаете этого человека? Не, он не из нашего села. Одежа вон городская. Не, он не из местных. Отлично. В таком случае будем знакомиться. Подполковник Кожан. Ваша фамилия, имя, отчество. С девушками я предпочитаю знакомиться. Подполковник понимала, что задержанный по какой-то причине не хочет называть свое имя. Что делали в доме убитой доярки, вы нам тоже не скажете. Все вы правильно понимаете. Ты, скотина, ты будешь говорить или нет? Я попросила бы вас. Товарищ следователь, проводите, пожалуйста, нашего уважаемого гостя. Я буду за дверью. Клавдия Ивановна обратила внимание на характерный прищур незнакомца. Он постоянно зажмуривал один глаз. Для того, чтобы проверить свою догадку, Кожан обошла мужчину, присматриваясь к его лбу, затылку и верхним краям ушей. Часовщик или ювелир? Чего я должен вам помогать? У вас и так все хорошо получается. Ясно. Пальчики товарища откатать, сфотографировать. И вот что с этими фотографиями нужно сделать. Подполковник предположил, что прищур неизвестного – результат частой работы с лупой. Отличительная черта ювелиров и часовщиков. Эту догадку подтвердили следы от железного ободка на голове. На следующий день несколько оперативников с фотографией ночного гостя объездили ювелирные и часовые мастерские районного центра и Киева. И вот что выяснили. На фото Георгий Вергелес, известный киевский часовщик. Работает в мастерской на Крещатике. Давно находится в поле зрения милиции. Вергелеса подозревают в незаконной скупке и продаже золота. Криминалист не обнаружил его отпечатков на полиэтиленовом пакете, которым задушили доярку. Но сообщать об этом Вергелесу не спешили. Георгий Павлович, что же вы сразу-то не сказали? Вас ведь в Киеве прекрасно знают. Подполковник обрисовала Вергелесу его перспективы. Если он продолжит молчать, его обвинят в убийстве доярки Чапай. Да, да, да. Если начнет сотрудничество со следствием, суд учтет это при рассмотрении дела о незаконном проникновении в жилище. Дело в том, что у меня в Киеве дурная слава. Просто кто-то когда-то решил, будто бы я занимаюсь скупкой золота. А это? А это неправда. Золотом у нас занимается государство. А Жора Вергелес занимается шестеренками. Так вот. Часовщик рассказал, что дней десять назад Лидия Чапай приехала к нему с деликатным делом. Вергелес признался, чуть ли не ежедневно ему предлагают купить золотые дедовские часы, бабушкины брошки и другие фамильные ценности. Поэтому от разговора с дояркой ничего нового он не ожидал. Мне тут кое-что по наследству досталось. Глянешь? Ух ты ж мать! Чапай держала в руках золотой банковский слиток до революционных времен. Оценить его стоимость Вергелес не смог. Вещь не то что редкая, уникальная. Чё ты так долго держала-то? Тратить не на что было. А сейчас дом хочу купить. В Ялте. И тут самое интересное. Эта баба сказала, что у неё тех слитков семь штук. Ты ври, да не забирайся, Вергелес. Да клянусь вам! Чапай дала часовщику неделю на то, чтобы определиться с ценой. Обещала приехать, но так и не явилась. Ну, она ремонтировала у нас часы. Пару дней ушло на то, чтобы найти её по имени и фамилии. Я сюда приехал, в Дмитровку. А мне говорят, убили доярку. Ну что, товарищи, ищем золото? Ищем, ищем. Ищем, ищем. Ищем, ищем. Последние 20 лет Лидия Чапай жила в селе. Дальше Киева никуда не отлучалась. Приехала сюда по свидетельству соседей без копейки. Во время войны немцы увезли её на принудительные работы в Польшу. Опа! Смотрите сюда. Это её муж. 15 лет, как мужика нет на свете. Погодите. А у него могло быть золото? Да откуда? Какое золото? Венчушка. Бедный, как церковная мышь. Ай. Мы с ребятами весь погреб перерыли, ничего. Даже печку по камешку, по кирпичику осмотрели. Ноль. Коллеги, я... Подполковник Кожан просила коллег не прекращать поиски и подойти к осмотру дома нестандартно. Пол, стены, потолок. Слитки золота – это не иголка в стоге сена. Если есть, найдётся. Понятное дело. Слитки золота – это не иголка в стоге сена. На обратной стороне дорожки оперативник Григорьев обнаружил кое-что интересное. Клавдия Ивановна, на минуточку. А, сейчас. Ну, это уже кое-что. Золото в доме убитой так и не нашли. Быть может, это была выдумка часовщика Вергелеса, а на самом деле искал он что-то другое. Возможно, ответ удастся найти с помощью вот этой фотографии. Хозяйка бережно прятала её от посторонних глаз. Ещё бы. На снимке молодая Лидия Чапай рядом с немецким офицером. На фото была подпись на немецком языке «Моей любимой Светлане». Затишье 1942 год. Напомню, что Чапай звали Лидией, а не Светланой. Людей, которые помнят её в 1942 году. По документам, до 1944 года она работала на территории Польши. Была астробайтером. Нужно было ехать в Затишье. Но проблема заключалась в том, что в стране было не менее семи населённых пунктов с названием Затишье. Найти село, в котором сделан этот снимок, помогла привычка немцев возводить столбы со стрелками-указателями городов. На некоторых писали расстояния. Так и вычислили, что речь идёт о селе Затишье в Запорожской области. Участковый из села Затишье был человеком молодым, да и к тому же приезжим. Тех, кто жил здесь до войны, он не знал. Поэтому и привёл подполковника к бабе Матрёне. Баба мой, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут люди из Киева приехали. Пару вопросов задать вам хотят. Кожан объяснила, её интересует девушка на фотографии. Кто она, есть ли родственники. Так это ж Светка, чтоб ей пусто было, господи, прости. Я так понимаю, узнали, да, бабу Матрёне? Да. Светлана Пивняк, так звали девушку. В селе её люто ненавидели. Во время оккупации она, как здесь говорили, снюхалась с немецким офицером. Тот во время отступления сделал ей специальный документ. Так она ж эвакуировалась. С немцами, с полицаями. А родня у неё в селе осталась? Да нет, была матушка у неё, померла. Сестра была сводна, тоже померла. Ну, есть ещё брат, но я не знаю, где он. А как семья жила? Богатства были у них какие-то? Баба Матрёна рассказала, что жили они бедно. Первого мужа матери, отца Светланы, не стало в 28-м. Потом в доме появился новый, а родились ещё двое детей. Но и в таком составе семья прожила недолго. Мужчина погиб. Так что на старшую дочку упали большие заботы. Хорошо, а что насчёт мужа? Так он же утонул в колодце. Он же был пьяница, тифозный. Так колодец заколотили, и пришло снова яму рыть. Вы говорите, брат у неё должен быть. Да, должен. Подполковник поинтересовалась, уцелел ли сельский архив. Оказалось, да. Секретарь сельсовета сохранил все записи, начиная с 1925 года. В таком случае мы тогда в сельсовет. До свидания, баба Матвина. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания вам. До свидания. В собственном доме убита доярка Лидия Чапай. Женщину ударили кувшином по голове, после чего задушили полиэтиленовым пакетом. На нём остались отпечатки пальцев. На следующий день после убийства в дом Чапай пробрался киевский часовщик Георгий Вергелис. Его задержали. Георгий рассказал, незадолго до смерти доярка привозила ему на оценку уникальный слиток золота и проговорилась, что у неё таких семь. В доме Чапай сыщики золота не нашли, но обнаружили фотографию, на которой Лидия стояла в обнимку с немецким офицером. На обратной стороне снимка подпись. Так выяснилось, что настоящее имя убитой – Светлана. До войны она жила в селе Затишье. Во время оккупации у неё был роман с немцем. Когда советские войска освободили Затишье, девушка сбежала с офицером. В таком случае мы тогда в сельсовет. Всего хорошего, Баба Матрёна. Спасибо вам. Всего доброго. Счастливого. Товарищ участковый, мы сейчас поднимем документы. Это журнал, в котором вели учёт рождаемости и смертности села Затишье. Нашлись тут данные и на покойную доярку. До 18 лет её звали Светланой Павловной Пивняк. Лидия Чапай появилась после того, как девушка уехала вслед за немецким офицером. А это документы её брата и сестры по матери. Сестра умерла в 44-м, а вот брат, скорее всего, жив. Его имя, фамилия и отчество показали сыщикам знакомыми. Василий Никонорыч Бакарчук. Так звали помощника второго секретаря республики по идеологии. Бакарчук? Да, Бакарчук. Он брат её по матери. Брать его надо. И всё тут? Как же? Это же нужно отчитаться наверх. Кожан понимала, чтобы ухватить за хвост птицу такого полёта, догадок мало. Да, их родство по матери установить легко. Но что делать с доказательствами его причастности к смерти доярки? Мы пока ничего не знаем. Зачем ему убивать? А золото? Золото мы не нашли. В селе, говорят, семья бедной была. Светлана отца, считай, не помнит. Очень тоже рано помер. В колодце утонул. В колодце? Да, в колодце. А что? Участковый рассказал, что муж доярки тоже утонул в колодце. Свидетелей тогда не было. Рядом только доярка находилась. Тифозный был мужик. Колодец потом заколотили. Заколотили? Так ведь и в её родном селе колодец тоже заколотили. Отец Тифозным был. Участковый понимал, что Кожан намекает, муж доярки погиб не случайно. Скучает она по нему. Столько лет прошло, а она скучает. Я сам видел. Что видел? Пару недель назад участковый шёл мимо заколоченного колодца. Время было позднее. Услышал звуки. Думал, шпана местная. Кто там? Это я, Терентьич. Кто я? Чапайда ярко. Участковому стало неловко. Он знал, что в этом колодце утонул муж Лидии. Ты смотри, не удумай чего-нибудь. Чего? Ну как чего? Сама понимаешь. Вы не переживайте, я сюда часто хожу. Помяну мужа и домой. Любила его сильно. Ай, Горимок. Терентьич, а ну-ка вспоминайте, что это за день был? Что за день? Две... Точно. Две недели тому назад. Да ведь как раз две недели назад до Ярка в Киев ездила. Показывает золотой слиток часовщику. Опа. Так что же получается у нее в колодце схрон? Товарищ Бакарчук, вы не хотите узнать новости следствия? Бакарчук сказал, что это дело его уже не интересует. Визит Фиделя Кастро перенесли в другое село. Ждать, пока следствие найдет убийцу, не стали и решили, что в Дмитровку везти высокого гостя небезопасно. А вы попели бы, Василий Никонорович? Да, да, спасибо. Весь день бегаю, вот заскочил в сельсовет за вещами и в Киев. Ну, а вы что, убийцу нашли? Говорят, из-за золота ее. Да какой там? Какое же золото у простой доярки? Ну, а кто же просто так будет убивать? Это называется злой урок. Как это? Как бы невзначай, Кажан рассказала, что и муж доярки умер не своей смертью. Выяснилось, что его утопили в колодце. В колодце? Ну да. На окраине села. А колодец потом заколотили, потому как муж тифозным оказался. Но ведь можете себе представить, что доярка такой верной была, что частенько к этому колодцу захаживала. Место для нее дорогое. Что ж, понятно. Спасибо. Счастливо. Проводить следственные действия в отношении высокопоставленного партработника сыщики не могли, поэтому пошли на хитрость. Подполковник увидела связь между тем, что отчим и муж доярки погибли при одинаковых обстоятельствах. Утонули в колодце. К тому же за день до того, как Чапай появилась у часовщика со слитком золота, ее видели у заколоченного колодца. Клавдия Кожан скормила Бакарчуку информацию о том, как погиб муж доярки. А еще свою работу сделал криминалист Фисун. Он дал Бакарчуку кружку с водой, а сам предварительно протер ее. Отпечатки Бакарчука криминалист хотел сравниться с следами на полиэтиленовом пакете, которым задушили доярку. Той же ночью на окраине села остановилась машина. Из нее вышел Бакарчук и направился к заколоченному колодцу. Товарищ Бакарчук! Не двигаться! Руки поднимите и к золоту не притрагиваться! Что вы себе позволяете? Задерживаем вас по подозрению в убийстве Лидии Чапай. Оружие при себе? Нет. Подполковник Кожан сообщил об Бакарчуку, что на пакете, которым задушили доярку, криминалист обнаружил отпечатки его пальцев. Мы знаем, что Лидия Чапай была вашей сестрой по матери. Отпираться нет смысла. А вот рассказать недостающие факты, смысл есть. Например, откуда у простой доярки семь слитков дореволюционного золота? Батя ее. Что батя? Батя ее у Махно служил. Когда в село пришли немцы, мать рассказала Бакарчуку и его старшей сестре о том, что в заколоченном колодце золото. Первый муж матери был приближен к Нестору Махно. Занимался, как тогда говорили, экспроприацией. А проще промышлял разбоем. Так вот, в двадцатом году он домой принес семь слитков. Спрятал на хранение. Ну, а когда Махно бежал, и отца ужного его не стало. Так за ним никто и не пришел. Свет, ты старшая сестра. Распорядись так, чтобы вам всем поровну досталось. Тебе, Ваське и Варюшке. И Варюшке. В одно утро я просыпаюсь, сестры нет. Я во двор. Колодец раскурочен. Мало того, что под немца легла, так еще и золото с собой везла. Бакарчук рассказал, что в это время младшая сестра сильно болела. Денег на уход за ней не было. Жрать нечего. Вот и померла малютка. Пока это с фашистами. Партийная карьера Бакарчука стремительно шла вверх по идеологической линии. Работая помощником второго секретаря, Василий Никанорович отвечал за приезд Фиделя Кастро. Ему на стол легли досье передовиков производства. Бакарчук должен был выбрать, кого допустить к встрече с лидером Кубинской революции. Ну и рожа. Ох ты же. Че там? Бакарчук выписал адрес сестры и явился к ней поздно вечером. Кто там? Да кто ж тут ходит? Бакарчук взял полиэтиленовый пакет, в который запаковывали продуктовые наборы для партийцев. Убивать сестру он сразу не хотел. Пытал ее, чтобы выяснить, где она хранит золото. Где золото, паскуда? Да пошел ты, Вася. Где золото, так и не сказала. Дура. Лучше сдохнуть с золотом, чем жить без. Гражданин Бакарчук, подпишите, пожалуйста. В мае 1963-го Фидель Кастро посетил село под Киевом. Только не Дмитровку, как планировалось изначально, а Устимовку. Гости встречали труженики колхоза 40 лет октября. Их тщательно отобрал Василий Бакарчук. Сам же он в этот момент находился в СИЗО. Пять месяцев спустя он получил свой срок. Семь лет лишения свободы. Установили и происхождение спрятанного в колодце золота. До революции оно принадлежало одному из одесских банков. А в 1963-м отправилось в государственное хранилище ценностей. Продолжение следует...